Всем привет! В этом видео я хочу обсудить организацию эффектов в React. На примере небольшого таймера этот проект, этот пример является частью курса по React, который я сейчас записываю. И я решил один фрагмент из него разобрать, потому что он может быть интересен и для людей, которые не знают React, и для людей, которые знают React в целом широкой аудитории. Под знанием React я имею ввиду базовое понимание JSX, хуков, компонент. Должно быть достаточно для того, чтобы какую-то пользу из этого видео вынести. Итак, у нас есть такой вот интерфейс с двумя кнопками, из которых кнопка старт меняется на кнопку паузы и кнопка сброса сбрасывает таймер в 3 секунды. Давайте сначала посмотрим реализацию, которую я сделал. Это реализация номер 0. Я буду показывать разные реализации, и мы как раз поговорим об альтернативах. У нас в этой реализации есть два состояния. Два состояния. Одно из них это флаг ранних, другое состояние это MS left. MS это миллисекунды. Миллисекунды потому, чтобы показать дробную часть, чтобы интереснее было наблюдать за бегущими числами, а не просто на раз в секунду. Далее посмотрим на верстку. Заголовок seconds left, который вычисляется как миллисекунды, оставшийся делить на тысячу. Переводим в to fix it. Running. Просто константа строковая, соответствующая флагу. Далее кнопка button. Кнопка... Кнопку я бы назвал это run or pause, если давать ей какое-то название. Это такая кнопка, которая имеет два разных смысла. Соответственно, у нее две разных иконки, но одна функция, которая переключает между режимами, между флагом running. И последняя кнопка сброса тоже не заслуживает особых комментариев. Давайте теперь посмотрим функции helper. Тоггл running устанавливает инверсию для флага running. И функция reset устанавливает running в false и ms left в 3000. То есть тут вроде бы все довольно предсказуемо. Интересное место это эффекты. В эффектах мы делаем следующее. Если мы запустили таймер, если таймер запущен, то мы устанавливаем интервал. И далее мы говорим, что каждые 100 миллисекунд мы уменьшаем миллисекунды на 100. Ну и останавливаем уменьшение миллисекунд. Оно доходит до нуля за счет функции max. Ну и отписываемся от таймера по выходу, по сбросу эффекта. Давайте посмотрим, каким образом у нас происходит вот эта вот работа с эффектами. Тут мы выведем интервал. И давайте запустим таймер, посмотрим. Итак, у нас вводится интервал. Выводится, выводится. И опа! У нас остановились секунды, однако интервал продолжает идти. То есть интервал не остановлен. Это не вызвано. Почему? Ну потому что, собственно, мы нигде не сбросили флаг running. А вот теперь интересное место, интересный вопрос. Каким образом нам сбросить этот флаг running? Здесь set running false. Мы не знаем ms left. Давайте выведем ms left. И мы увидим, что он будет одинаковым. Он берется из замыкания. Так. Мы видим, что ms left заморожен. А интервал? Почему ms left заморожен на 2900? Ну потому что running изначально был 3000. Потом у нас изменился running, когда мы запустили таймер. То есть эта функция дважды вот это место отработала. И дважды вторую переменную увидела замыкание функции setInterval. Но дальше оно не видит, потому что дальше флаг running не меняется. Если мы добавим сюда ms left в зависимости. Вы думаете, ну вот решение добавляет, что ms left. Но тогда у нас будут отписки, подписки, подписки, подписки. И интервал будет вести себя как тайм-аут. У этого есть свои последствия. Так можно сделать. У этого есть свои последствия. И все-таки хотелось бы, конечно, реализовать интервал на интервале. Но как это сделать, если мы здесь не имеем доступа к ms left? Первое решение, которое может прийти в голову, это объединить состояние. Мы можем отказаться от разделения состояния на два useState и объединить в один. То есть сделать running false полем объекта и ms left полем объекта. К чему это нас приведет? Давайте посмотрим версию, которая у меня уже сделана в соответствующем решении. В этой версии мы заменяем два useState на один. Используем объект с соответствующими полями. Далее в рендере мы добавляем просто prefix state. В функциях обработчиках мы учитываем, что состояние имеет теперь форму объекта. Там, где было set running и set ms left. Теперь просто setState, но с соответствующей логикой. Которую я не буду объяснять, потому что... Ну, чтобы не тратить время. Дальше. Интересное происходит в useEffect. В функции setState мы теперь имеем доступ и к полю running, и к полю ms left. И теперь мы можем сбросить running, когда ms left не выполняет условие, что он больше нуля. Он становится равным нулю, меньше нуля он стать не может из-за этой строчки. Но когда он становится равным нулю, running сбрасывается в false. То есть running у нас получается зависимое состояние от ms left. И это зависимое состояние, находясь в одной функции setState, замечательно работает. Проблема решена. Давайте проверим, что это работает. Перезагружу приложение. Запускаю. Видим, что интервал выводится многократно. И далее, когда у нас заканчивается счетчик, у нас никакого интервала уже нет. То есть... Произошел сброс. Вернемся к оригинальному решению. Была ли еще какая-то возможность, которую мы не заметили, по сбросу running, по факту обнуления ms left? На самом деле, да. Мы могли использовать еще один useEffect, который отслеживал бы состояние. Это выглядело бы следующим образом. Добавляем второй useEffect и проверяем. If not ms left setRunningFalse. То есть мы, получается, добавили тоже зависимое состояние. Теперь у нас остаются два разных useState, больше никаких отличий, за исключением артефактов нет. И зависимое состояние выражается не в виде синхронного кода внутри функции setState, а в виде асинхронного кода с помощью useEffect. То есть этот useEffect вызывается при каждом перерендере и все время он проверяет, а не закончился ли ms left, не закончился ли ms left. Если он закончился, то мы сразу же сбрасываем setRunningFalse. Давайте убедимся, что это тоже работает. Такая версия. Итак, я перезапустил приложение, добавил console.log. И мы видим, что приложение имеет аналогичную правильную логику. То есть вот два способа обойти проблему невозможности доступиться к состоянию, которое является зависимостью какого-то другого состояния. У нас есть зависимое состояние, есть его зависимости. И, соответственно, мы можем потенциально решить вот эти вот вещи, либо объединяя состояние в один большой объект, но в этом случае у нас есть свои проблемы или сложности, или же, используя дополнительные эффекты, в этом случае у нас свои проблемы и свои сложности. Ну, возможно, в большинстве случаев никаких проблем и сложностей там не будет, но в связи с этим вопрос тем, кому это интересно, какой вариант из этих двух лучше и аргументы, почему так. На этом я пока остановлюсь. Еще раз повторю, что это часть курса по React, который я сейчас записываю. Сейчас имеет название основы React, там будет очень много материала, очень много часов видео, в том числе на темы, которые вообще никогда и нигде не раскрываются в контексте React по какой-то причине. Ну, разумеется, это не первая задача, это где-то в середине этот проект, и, разумеется, там я все рассказываю более тщательно, более подробно. Это видео все-таки демонстрационное. Спасибо за ваше внимание.